Президент Александр Лукашенко держит на личном контроле ликвидацию последствий стихии, которая обрушилась на юго-восточную часть Беларуси. Вчера и сегодня в максимально интенсивном темпе под контролем главы государства восстанавливают наиболее пострадавшие регионы. Александр Лукашенко детально об обстановке докладывает руководители областей и вице-премьер Анатолий Сивак, председатели Могилевского, Минского и наиболее подробно Гумельского облсполкома. Именно ситуация в Гумельской области, которая более всех пострадала от удара стихии, уделено особое внимание. Президентам даны необходимые поручения по оперативному устранению последствий непогоды руководителям рядом Министерства ведомств, а также первому вице-премьеру Николаю Снабкову и вице-премьерам Анатолию Сиваку и Петру Пархумчику. Они в постоянном режиме были на связи с главой государства с докладами о ходе работ на местах и выполнении поручений. Сложная обстановка остается в Гумельской области, где ввели режим ЧС. Во время непогоды пострадали 249 населенных пунктов в 15 районах. Под ударом оказались автомобильные и железнодорожные пути сообщения, работа систем вода и электроснабжения. Более тысячи населенных пунктов в момент стихии остались обесточенными. На этот момент электричество восстановили в 397, причем в 50 еще ночью. Энергетикам все это время помогают сотрудники МЧС, световыми мачтами и лесхозы для расчистки проходов. В регион направили дополнительные бригады специалистов со всей страны. Вице-премьеру Анатолию Сиваку главой государства было поручено до утра 16 июля обеспечить разговор образовавшихся завалов, восстановить работу всей инфраструктуры и системы жизнеобеспечения населения. За достаточно короткий срок сделать максимум. Это главное поручение. И оно было продиктовано тем, что эта ситуация, как докладывалось в главе государства, ранее энергосистема особенно с такой ситуацией не встречалась. Мы потеряли фактически все мощности, генерирующие энергоснабжающие линии регион Мозыра и прилегающие районы. Ветер был аномально высокий, и это привело к большому разрушению высоковольтных линий. К сегодняшнему утру более 50% линий высоковольтных, 26, с учетом того, что 6 как резервные работали, мы тоже восстановили. Это позволяет перебрасывать электроэнергию в соответствующие районы. Сейчас энергетики восстанавливают электроснабжение в наиболее пострадавших точках. На Рувле, Ельске, Мозыре, Каленковичах, Лельчицах. Подачу воды в регионе уже удалось возобновить. Для бесперебойной работы критической важной социальной инфраструктуры и организации АПК подключили дизель-генераторы. Восстановление продолжается. В Гомельской области запустили прямые телефонные линии для пострадавших. Также президент распорядился передать поврежденный лес в распоряжение местных органов власти. Глава государства отметил героизм тех, кто справляется с последствиями стихии и поблагодарил за работу. Мир методично превращается в глобальное поле боя. И это реальность, из которой надо делать выводы и мгновенно совершенствовать методы и способы ведения войны. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время церемонии чествования выпускников высших военных учебных заведений и высшего офицерского состава. В зале государственных наград Дворца независимости сегодня собрались те, чья профессия обязывает честью и достоинством защищать свою родину. И символично, что больших высот в карьере офицеры достигли именно в этот важный для каждого белоруса в отдельности и всей страны в целом год. 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. Страшные сороковые за мир и за всех нас сражались наши деды и прадеды. И сегодня в непростых реалиях важно не только сохранить память о подвиге настоящих героев, но и не потерять то, за что они погибали на фронте, за мир и спокойствие на своей земле. Вы офицеры. И в глазах миллионов своих соотечественников именно люди в погонах являются основным гарантом суверенитета и территориальной целостности страны. Все, что происходит сегодня на южном и западном приграничье страны, говорить не надо. Не буду, вы это хорошо знаете. Знаете не хуже меня. По сути мы оказались в той же ситуации, как наши предки 80-летий назад. Нам также нужно выстоять, не дать возможности врагам втянуть в Беларусь военный конфликт. И мы делаем для этого все необходимое. Мы не допустим повторения трагедии 41-го года. Мы и далее будем развивать, укреплять и совершенствовать наши вооруженные силы. Беларусы не хотят войны, но на любую провокацию против нас ответ должен быть решительным и жестким. Каждый из вас это должен усвоить. Это наша принципиальная позиция. Есть кому и есть чем ответить любому агрессору. Я всегда говорю и убежден в том, что даже суперсовременная техника без человека – это просто железо. Поэтому подготовке высокопрофессиональных офицерских кадров, настоящих патриотов, преданных стране и народу, было и будет уделяться самое пристальное внимание. Свидетельством тому и ваш выпуск. У каждого из вас за плечами приличный багаж знаний, хорошая возможность проявить себя. Причем в условиях реально сложной обстановки. Беларусы привыкли говорить исключительно на языке мира и решать вопросы дипломатическим путем. Но случись провокация, постоять за себя мы тоже сможем, отметил президент. Разговаривать с нами с позицией силы мы точно не позволим. В конце встречи Александр Лукашенко еще раз поздравил всех с присутствующих с особым для них днем, пожелав крепкого здоровья и хорошего настроения. Еще одно мероприятие в сегодняшнем графике президента. Глава государства встретился с губернатором Приморского края России. В Беларуси Олег Кожемяка бывает нередко и часто встречается с Александром Лукашенко, что в свою очередь наклядно показывает крепость сотрудничества между Беларусью и Приморским краем. Для нас этот Дальневосточный регион – давний, весьма перспективный партнер. Но товароборот-то однозначно есть куда расти. Хотя с года в год он увеличивается. За 2023 он составил чуть более 91 миллиона долларов. В основе белорусского экспорта – грузовые автомобили, минеральные удобрения, продукты питания. А из Приморского края привозим рыбную продукцию, дорожную и строительную технику. Я всегда, часто очень разговариваю с президентом России, рассказываю о наших встречах, о потребностях дальнего, близкого для нас Востока, о просьбах губернатора Приморского края. В шутку говорю, он уже все вывез. А когда не хватает денег, говорю, в бюджете, кто-то еще использует личные средства для того, чтобы работать во благо России. Спасибо, что вы приезжаете к нам, чувствуете, что где-то корень ваш зарыт здесь. В Беларусь от этого никуда не денешься. Чем больше мы взрослеем, тем больше нас тянет к тем корням. Поэтому мы всегда рады вас видеть в Беларусь, приезжать. Да, спасибо большое, Александр Горгиевич, за то, что нашли возможность встретиться. И, бессловно, для нас очень важно партнерство с Республикой Беларусь. Благодаря нашему сотрудничеству жители Приморского края потребляют с удовольствием белорусскую продукцию. И мы видим, что с каждым годом растет оборот и по продукции сельского хозяйства, по машиностроению. Еще один общий проект – строительство в Приморском крае морского порта. Олег Кожемяка отметил, что работы в этом направлении ведутся. На данный момент подбирается площадка. И, вероятнее всего, к концу года стороны определятся с местом. От промышленной кооперации до взаимных поставок продовольствия. Основные направления сотрудничества обсудил премьер-министр Роман Головченко на встрече с вице-президентом, министром планирования Венесуэлы Рикардо Менендесом. Переговоры прошли в Каракасе в рамках официального визита правительственной делегации. С Венесуэлой у нас давние отношения, но настало время их перезапустить. На встрече предметно обсудили ряд совместных стратегических проектов. Это предприятия по производству сельскохозяйственной и грузовой техники с высокой долей локализации. А еще белорусы готовы строить в Венесуэле социальное жилье и промышленные объекты. Продолжить поставки продуктов питания. Есть и другие сферы интересов – наука и образование. Приняты конкретные решения, которые должны быть реализованы уже в самое ближайшее время. И они лягут в основу стратегического плана развития двусторонних отношений на ближайшие 10 лет, которые, мы надеемся, утвердят президенты наших стран в ходе их скорой встречи. У нас есть абсолютно все для того, чтобы торговые и экономические отношения вышли на новый уровень. Накануне премьер-министр Беларуси встретился с действующим президентом Венесуэлы Николасом Мадурой. Основной темой разговора стало развитие стран в условиях санкционного давления. То, что мы видим, это то, что, как ни странно, положительный эффект этих санкций наблюдается прямо сейчас. Он выражается в росте нашего промышленного производства, в освоении новых секторов экономики, в построении собственной независимой научной промышленной базы. У нас просто нет другого пути. Венесуэла – первый пункт латиноамериканской командировки, белорусской правительственной делегации. Далее Куба и Никарагуа. С этими странами нас также объединяют общие интересы и ценности. С начала запрета на въезд легковых автомобилей с белорусскими номерами в Латвию пограничники с сопредельной стороны уже развернули на границе 9 транспортных средств. Напомню, с полуночи Латвия запретила въезд транспортным средствам с белорусской регистрацией. Все легковушки на наших номерах, кроме дипломатических, разворачивают обратно, вне зависимости от того, кто находится за рулем. В случае отказа водителя выполнить указания машину могут конфисковать. Ситуация может стать еще жестче. В Латвии могут запретить ездить автомобилем с белорусскими номерами. В Риге этот шаг поясняют обеспечением исполнения восьмого пакета санкций Евросоюза. Однако даже сами латыши не до конца понимают, что происходит. Мы из города Даугольф. Мы сами в шоке, если честно. Потому что это как-то внезапно, это даже не освещалось в прессе. Ничего буквально вот сказали и все. Можем только предполагать о том, что это действия латвийских политиков, которые действуют по указке. Однако все прекрасно понимают, что от этого страдают не только простые граждане, но и жители приграничья, те, у кого есть родственники, те, кто намерены вести конструктивный диалог. Но, однако, мы не в силах ничего подделать, потому что сопредельная страна не осуществляет впуск на свою территорию. Белорусские пограничники как работали, так и работают. Мы готовы в полном объеме осуществлять пропуск лиц в транспортные средства, будь то легковые, будь то грузовые. К слову, в последнее время мы наблюдаем тенденцию к тому, что не только легковые транспортные средства сейчас не пускаются в Латвийскую республику. Но грузовые автомобили также в неполном объеме пропускаются сопредельной стороной. В среднем 50-55% от пропускной способности оформляются на сопредельной территории. И даже после таких недружественных действий соседей Беларусь принимать симметричные меры не будет, отметили в Министерстве иностранных дел нашей страны. Для автомобилей на польских, литовских и латвийских номерах на нашей границе продолжает действовать без виз. По такой схеме с начала года нашу страну посетило практически 40 тысяч жителей Латвии. 80 мирных лет. Грудно сегодня отмечает День освобождения от немецко-фашистских захватчиков. 16 июля 1944-го в ходе операции «Багратион» правобережная часть города была очищена от фашистов. Праздничные мероприятия стартовали с торжественного митинга у памятника советским воинам и партизанам. От благодарных потомков к братской могиле легли цветы и венки. Память погибших почтили минутой молчания. Это не столько праздник даже, сколько еще и поминовение них, их память, тех, кто жизни своей отдал за нашу победу, за то, чтобы здесь жил народ, который сам решает, как ему жить, развиваться. Я узник нацизма, фашистских лагерей. Я обязан проходить. Кто меня спас? Меня спас мой солдат. И вот он стоит. Я четко знаю, чего это стоит. В Грудно сегодня ждут и участников информационно-просветительского проекта «Дорогами славы». В праздничной афише концерты на балконах, открытие смарт-травой площадки и вальс бронетранспортеров. Продолжение освобождения.